Эту тему обсудим с оппозиционным политиком, членом Политсовета партии Парнас Наталья Пелевин с нами на связи. Наталья, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Наталья, вот позвольте в целом сейчас просто ваше обобщенное мнение насчет выборов в Российской Федерации, но не так интересен сам процесс этих псевдовыборов, давайте говорить так, как интересна агитация, насколько это просто откровенный плевок в глаза, в лицо всем россиянам. Вот эти все дифферамбы, о которых мы ранее говорили, которые сейчас поют Путину, о мнимом улучшении жизни, опять же, о чем напрямую говорят в эфирах пропагандистских каналов. Неужто и в это россияне поверят? Ну, вы знаете, общий фон таков, что, конечно, россияне просто проглатывают. Не то, что даже они во что-то верят, что им вещают. Ну, кто-то верит, кто-то нет. Но даже те, кто не согласен с тем, что им рассказывают, понимают между собой, обсуждают какая-то фигня, значит, все, что им преподносят на госканалах, но между тем, в общем, дальше этого не идет. То есть все остается на уровне обсуждения на кухне. Вот в этом вся трагедия. Плюс вот я только что недавно общалась с регионами, с оппозиционерами, которые остались еще, очень тоже тихо себя ведут, чтобы не сесть в тюрьму. Ну, в общем-то, для получения информации о том, какие настроения в народе, мы периодически там созваниваемся. И фон таков, что да, усталость есть от войны, безусловно. Усталость от самого Путина тоже присутствует. Но, повторюсь, абсолютно инертное общество. Плюс местами, как это безумно не звучит, уровень жизни немножко повысился за счет гробовых, за счет вот этой самой вот войны, за счет выплат. Где-то местами, значит, цены на недвижимость стали расти. Даже при том, что сейчас инфляция тоже очень серьезная, очень высокая. Это тоже мы слышим от народа, что люди жалуются на повышение цен. Но вот немножко вот это вот участие в этой чудовищной преступной войне, оно немножко балансирует вот эту, значит, инфляцию. Поэтому кризис как таковой экономический, вот прям совсем такой критический, не настал на данный момент. И вот все, что подают на госканалах, просто будет, значит, ну, проглатываться в основном. И, конечно, все понимают, что это никакие не выборы, но какие перевыборы царя, да, если так уж говорить. А он, в общем-то, люди часто его так и называют, на роде царек там, типа, который сидит в Кремле. Поэтому понятно, что это чистые воды фикция, чистые воды, значит, такая вот дымовая, значит, завеса, все эти выборы будут. И, конечно, абсолютная мерзость вызывают вот эти пропагандистские, особенно среди, так сказать, людей культуры. Голоса, которые сейчас поют дифферамбы Путину. Но, опять же, это часть вот этого театрального шоу. Да, и таких театральных шоу наверняка в ближайшее время будет много, Наталья. Будем с вами, да, спостригать, наблюдать, наблюдать, да. Вот особенности тут не за горами, уже 14-е число, 14 декабря. Появляется уже информация об итогах года с Владимиром Путиным. Закладывают телеканалы, я смотрю, по три часа уже, да, в сетке вещания. То есть собирается говорить долго, не знаю, что собирается говорить, можем только подразумевать и угадать. Днем должна начаться эта трансляция, около 12 часов, вопросы будут разные. И вот как вы считаете, Наталья, вот в частности мы немножечко уже рассказали, да и показали тех, кто, скажем так, будет фронтменами в этой так называемой предвыборной кампании, кто будет, ну, скажем так, рассказывать, какой Владимир Владимирович хороший. Мы тут сегодня вспоминали актера Дмитрия Певцова, который рассказывает, что это лучший человек, за которого стоит голосовать, и как он там поднимает две руки, говорит, я двумя руками за и очень счастлив. Ну, хорошо, хоть кто-то счастлив, это такая история. Но вот на этих итогах года, как вы считаете, будет ли что-то связано, я имею в виду, все будет связано, понятно, с предстоящими псевдовыборами, но вот какие-то такие, будет позволено кому-то попеть прямые даже дифирамбы, вот такого же плана, что вы лучшие, вы единственный, кто должен, да, вот как Кадыров когда-то сказал несколько месяцев назад, что либо же выборы надо отменить, либо же должен быть один участник, и это Путин. Ну да. Нет, я думаю, что, конечно, будет абсолютно прямая лесть, ничем не прикрытая в довольно немалых количествах, потому что и так этого хватало на протяжении предыдущих лет в этих вот контролируемых Кремлем, на этих мероприятиях, которые, конечно же, никакие не прозрачные, никакие не настоящие. Это, естественно, все абсолютно режиссируется администрацией президента, поэтому и в предыдущие годы хватало людей, которые, Владимир Владимирович, если бы не вы, то мы бы там что-то чего-то, значит, вообще бы там, не знаю, что уж они, какие другие варианты своей жизни они видели, потому что и так же человек, средний человек россиянин живет довольно плохо. Но между тем, а здесь еще и предвыборная так называемая кампания, здесь как бы, естественно, сам Бог велел, если уж так, извините, упоминание такого рода в данном контексте, но, конечно, там будет просто, вот ему будут, значит, льстить всячески со всех сторон, и именно не только там люди культуры, которые тоже, безусловно, они работают в этом ключе каждый практически день, а вот люди типа из народа, типа из народа, которые будут появляться и чего-то там, значит, рассказывать о том, какой он прекрасный, как с ним жизнь стала, помните, про Сталина была фраза, жить стало лучше, жить стало веселее, была такая вот пословица во время сталинской чудовищной эпохи, на самом деле. Вот и то же самое будут рассказывать здесь, и, конечно, много будут говорить о том, спасибо, Владимир Владимирович, за эту войну, которую мы, конечно же, скоро, значит, выиграем, и вообще какая она прекрасная и правильная, и как мы все гениально сделали, и вообще вы продолжаете поднимать нашу великую страну с колен. Ну вот в таком контексте все оно будет. Ну а в свою очередь, видите ли вы, что в очередной раз эти грядущие выборы, они по факту без выбора. То есть альтернативы никакой нет. И даже когда были вот эти все презентации в Кремле, обсуждения, публичное выдвижение той или иной партии на пост президента, ну вот все эти люди, которые говорили, что может быть мы будем выдвигать тоже своего лидера, когда они озвучивали все эти месседжи, складывается ощущение, что они просто это делают для галочки, понимая, что никто их никогда не изберет. Или же не дадут им избраться. Нет, настоящие, не настоящие выборы, они уже были страшно фальсифицированы, но хотя бы в них принимали участие реальные оппозиционеры. В частности, партия Парнас, в которой я состоялась, просто она лишена регистрации государственной, в этом году была. Мы вот участвовали последний раз в выборах в 2016 году. Алексей Навальный пытался участвовать в президентских выборах в 2018 году. Сейчас, понятно, мы знаем, что все эти люди или сидят, или уехают. Ну, включая меня, я уехала, да, допустим. И почти все мои однопартийцы тоже. Поэтому, конечно же, это все остальное, что остается, это чистая фикция. Кстати, сейчас интересный момент, связанный с Яблоком, а с Григорием Явлинским, который вдруг сказал, что он примет решение об участии в президентских выборах что-то через две недели типа. И мы между собой все обсуждаем, что ему еще не сказали в администрации президента, надо ему участвовать или нет. То есть потому что ясно, что какова его роль. Типа, а-ля, в кавычках, оппозиционер, вот, как видите, либеральная альтернатива. Что вы нам будете рассказывать, что нет альтернативы либеральной в том числе? Вот, пожалуйста, вот Григорий Явлинский. Но помимо того, что он не соберет никакого серьезного процента, плюс он абсолютно как бы на коннекте, на связи с администрацией президента, нам это известно. И вот даже анонс по выборам, скорее всего, связан с тем, что ему еще не дали понять, надо ему якобы выдвигаться или не надо. Наталья, огромное вам спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Напомним, Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член политсовета партии «Парнас» была с нами на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok